Первая городская клиническая больница Махачкалы готова принять больных с коронавирусом. Один из корпусов медучреждения подготовлен в качестве резервного стационара. Всего 250 коек. При необходимости руководство больницы готово увеличить количество палат для пациентов с подозрением на опасный вирус. На месте побывала наша съемочная группа. Ей руководство медучреждения показало все. Абдурахим Белалав Даганай расскажет подробности. Для больных с коронавирусом Первая городская клиническая больница подготовлена за рекордно короткий срок – 10 дней. Здесь полностью освобожден восьмиэтажный корпус медучреждения на 250 мест. Все госпитализированные ранее пациенты были выписаны. Людей с подозрением на опасный вирус будут принимать на первом этаже. Здесь врачи их осмотрят, возьмут необходимые анализы, при необходимости сделают рентген. До получения результатов поступивших изолируют. Рядом с приемным отделом создана обсервация с 30 койками. Уже созданы бригады. Бригада будет состоять из пяти человек. Они приказом моим утверждены. А всего будет задействовано 210 врачей, 350 – средний медицинский персонал и 220 – санитарок. Пациентов с подтвержденным диагнозом переселят на верхние этажи корпуса. В каждой палате есть кислородный концентратор. Подготовлены в резервном стационаре и реанимационные палаты. Всего их 24. Возле каждой койки – современные аппараты искусственной вентиляции легких. Аппараты ИВЛ, которые мы в прошлом году закупили в достаточном количестве, они сейчас все на службе для этих пациентов. То есть мы ничем не отличаемся по оснащенности на сегодняшний день, чем любые мировые клиники. Может быть, не самым суперэкспертного класса, но это достаточно, чтобы оказать всю необходимую помощь. Главврач отметил, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, новый коронавирус может усугубить ситуацию. Возрастает риск обострения патологии. На этот случай в больнице есть кардиохирурги, готовые прийти на помощь. Мы находимся в кабинете ангиографии. Аппарат работает, расходные материалы есть. Мы ждем и такой развития ситуации. Сложнее всего было найти инвентарь для защиты медработников. Это очки, респираторы, разовые маски, халаты и перчатки. В стране почти все было продано. Но что-то удалось найти. Конечно, не без посторонней помощи делится главврач. По его словам, поддержку оказал один из депутатов Народного собрания Республики Дагестан. Депутат Народного собрания Садулаев Маговед Мухтарович нам подарил вот такие костюмы. Тысячу костюмов мы вот таких уже взяли. Смотрите, это уже такое успокоение и для персонала. Вот тысячу таких форм мы взяли. Поэтому нам нужна была любая помощь. Мы, конечно, и сами шили, здесь сотрудники сами шили. И то, что можно одноразово, одноразово берем. Но на сегодняшний день мы готовы, слава Богу, готовы ко всему тому, чтобы защитить персонал в том числе. За состоянием здоровья пациентов медики готовы следить круглосуточно. В корпусе развернуто общежитие. Под него выделили целый этаж. В городской клинической больнице до 23 апреля создадут еще 750 мест для больных коронавирусом. Итого тысяча. Медучреждение таким образом полностью перепрофилирует под инфекционный госпиталь. Абдурахим Белалавдагна, Саид Кутиев. Время новостей.